Глава седьмая. Среди лидеров. Вы чувствовали, что хотите дать этому парню больше, чем требуется, чтобы он получил именно то, что хотел, и он вознаграждал эти усилия своими выступлениями. Питер Уорр, руководитель «Лотус». Однажды Сенна сказал писателю Кену Уэллзу, автору краткой биографии Айртона после перехода в команду «Лотус» для издательства «Кимберлис». «Мне кажется, что кое-что действительно изменилось. Опыт начинает занимать все больше места в силе мотивации. Гонка за гонкой, месяц за месяцем, испытания за испытанием, а ваше желание все то же – быть первым. В моей профессии мне больше всего нравится управлять гоночной машиной. Ощущение вождения, ощущение скорости, нахождение границ и все остальное – лучшая сторона этой профессии». Команда «Лотус» располагалась в небольшом английском величественном здании собственными конюшнями, которые использовались как мастерские, извилистым подъездом и ухоженными садами. Как ни парадоксально, это местечко находилось в Норфолке, на главной дороге из Лондона в Норридж, и совсем недалеко от деревни Снеттертон, фабрики Ван Дьиман и кафе милого старого Эда, которое Сенна посетил после того, как присоединился к команде «Лотус» и обнял всех девушек, работающих там. Они до сих пор это помнят. У «Лотус» были турбодвигатели Рено, хотя, как узнал Сенна, французские мотористы начали сокращать свои инвестиции в его улучшение. Они постоянно участвовали в гонках Гран-при с 1977 года, и, как часто бывает с крупными производителями, посчитали, что уже достигли тех результатов, которые можно использовать в собственных интересах. На самом деле, французские мотористы были способны на большее, и именно Айртон стал тем человеком, который смог их мотивировать. Его товарищем по команде стал Элио де Анджелес, красивый и утонченный итальянец, который мог бы стать успешным пианистом. Поначалу напарники хорошо ладили друг с другом и даже отдыхали вместе. Сенна сразу произвел впечатление на людей, работающих в команде. Он отправился в Кэтрингем Холл и познакомился со всеми сотрудниками коллектива. Делая это, Айртон хорошо запомнился им, поскольку очень ясно дал понять, чего ждал от них, особенно от тех, кто работает с коробкой передач. Он отметил, что, согласно контракту, может покинуть «Лотус», если в течение сезона коробки передач будут слишком часто выходить из строя. Механик Найджел Степни вспоминает. «Все не была какая-то загадка. Такие люди, как он, выглядят обычными, но есть в них что-то особенное. У таких людей всегда свой взгляд на вещи. Они знают, что делают. То же самое и с Михаэлем Шумахером. Они оба были спокойны. Они вселяют уверенность у людей, работающих вокруг них». Команда «Лотус» отправилась на традиционные предсезонные тесты в Рио. И во время тренировочных сессий многие удивились поразительной точности, с которой Сенна умеет управлять своей моделью сумолета и тревожить пролетающих птиц. Айртон узнал, что команда хороша в забавных розыгрышах, а команда убедилась, что их новичок тоже не промах. Боб Данс, главный механик команды, вскоре лично узнал о характере и чувстве юмора Сенны. Данс, да и другие, подшутили над бразильцем. А тот в ответ неожиданно подарил Бобу сладости. На радостях Дан съел их, но после этого еще долго мочился синим цветом. По словам Боба, чувство юмора Айртона проявилось уже на первом же тренировочном заезде в Рио. У нас в машине было множество маленьких жидкокристаллических экранов, чтобы мы могли считывать различные показатели. Их было около 11, и, представляете, Рено сказали Сенне, мы бы хотели, чтобы ты сообщил нам, что видишь на этих приборах, когда ведешь машину. Он взглянул на экраны и сказал, хорошо, но после заезда я вряд ли смогу сказать вам, что они все отображали, хотя запомню половину показаний и передам вам. Ну а во время следующего заезда, так и быть, запомню вторую половину. Первая гонка сезона была как раз в Рио, и Айртон квалифицировался на втором ряду. Но электроника двигателя вышла из строя уже после 48 кругов. Но уже на Гран-при Португалии в Эшториле он был самым быстрым в обеих квалификационных сессиях, завоевав пол, первый из 65 за карьеру. Гонка, проходившая под темным серым небом, прошла не просто на мокрой трассе, а под дождем. Сразу после сигнальных огней машина бразильца вздрогнула от ускорения и помчалась по длинной мокрой прямой. На второе место после старта вышел Де Анджелес. В конце прямой было два правых поворота, и уже на втором из них можно было увидеть, как Сенна уходит от всех прочь. Он впервые лидировал в Гран-при. Айртон преодолел первый круг за минуту 52 секунды 748 тысячных. Это был первый из 2931 круга лидирования за всю карьеру, опережая Де Анджелеса уже на 3,7 секунды. Машины начали скользить по трассе, а в стоячей воде местами они практически останавливались. Вскоре Де Анджелес даже не попадал в телевизионный кадр с лидером, затерявшись в брызгах от дождя. Прост приблизился к Де Анджелесу и следил за ним, будучи готовым провести решающую атаку. В то же время на 15-м круге Сенна показал самый быстрый круг в гонке 1 минута 44 секунды 121 тысячная. Он опережал товарища по команде на 17,5 секунд. Дождь усиливался. Брызг становилось все больше, и трасса начинала напоминать строительную площадку, вокруг которой были разбросаны сломанные и разбитые машины. Поэтому практически в полном одиночестве Сенна контролировал гонку. Хотя, когда дождь усилился, он сигнализировал рукой, проезжая мимо боксов, чтобы гонку остановили. Его машина уже не просто скользила, а аквапланировала по трассе. Чтобы понять всю опасность, которую таили в себе эти условия, следует рассказать про эпизод с Простом. Он продолжал преследовать Де Анджелеса и на прямой старт-финиш на высокой скорости попытался обогнать соперника. И в ту же секунду, как будто какая-то гигантская невидимая рука внезапно унесла его Макларен с трассы. Это был 30-й круг, который Сенна прошел за минуту 53,648 тысячных. Де Анджелес за минуту 54,948. На 43-м круге Микеле Альбаретто обошел Де Анджелеса, но был уже в 58 секундах от Сенны. Айртон все увеличивал свой отрыв и к какому-то времени уже обогнал на круг своего напарника. Это означало, что из 26 стартовавших только двое Сенна и Альбаретто оказались в одном круге. Гонка была остановлена по истечении двух часов. В конце Сенна берег свой лотус, опередив на финише Альбаретто на минуту 2 секунды 978 тысячных. Айртон взял клетчатый флаг и, отстегнув ремни безопасности, поднял и замахал правой рукой, затем левой. Все эти взмахи он выполнял в состоянии какого-то иступления. Затем он поднял обе руки и помахал ими. До финиша добралось лишь 9 машин. Когда Сенна припарковал свою машину, Питер Уорр танцевал перед ним, а затем протянул руки к своему гонщику. Он выглядел как человек, который убедился в правильности одного из важнейших решений своей жизни. Плотно окруженный репортерами, Сенна сказал, «Это была тяжелая гонка, даже сложнее, чем в Монако». Он описал, как он думал о его прорыве вперед. Поворот за поворотом, круг за кругом. Большая опасность заключалась в том, что условия все время менялись. Даже поворот за поворотом. Иногда дождь был очень сильным, иногда нет. Я вообще ничего не видел позади себя. Иногда было сложно удержать машину напрямую, и наверняка следовало остановить гонку. Было намного хуже, чем в Монако. Однажды я чуть не развернулся перед боксами, как прост, но мне посчастливилось остаться на трассе. Он рассказал про этот случай со всей своей обезоруживающей честностью. В тот момент, когда кто-то предположил, что он провел безупречную гонку, как бы говоря, «Нет, извините, это была не идеальная гонка в моем исполнении». За два часа Сенна стал одним из ведущих гонщиков в мире. По мере того, как развивался сезон, проявилась проблема, присущая шасси «Лотус». Ему сильно не хватало надежности на всей дистанции гонки. Так что Сенна не мог преобразовать полы, которые он завоевал после Португалии в Имоле и Монако, в победы. Это оказалось проблемой всего сезона. За год Айртон завоевал семь поулов, но смог одержать еще победу только в Бельгии и закончил чемпионат на четвертом месте в личном зачете с 38 очками, проиграв «Просту», который стал чемпионом. Кроме всего прочего, в первом сезоне Сенны за «Лотус» стоит обратить внимание на некоторые вещи, которые не бросались в глаза. Ведь Д'Анджелес выступал за «Лотус» шесть сезонов и пользовался заслуженной популярностью. А его подруга Немка, красивая и приятная во всех отношениях, украсила гостевую зону моторхоума команды и была популярна сама по себе. Горькая правда, о которой так часто говорят, заключается в том, что ваш товарищ по команде – ваш настоящий враг, потому что у вас одинаковые машины. Если он управляет ею лучше, чем вы, у вас проблемы. Да и в любом случае это напрягает. Ведь каждый раз, когда вы смотрите по сторонам, напарник рядом. За сезон Д'Анджелес набрал 33 очка против 38 у Сенны, поэтому Эйлио ушел в команду Брэбом. В конце сезона на трассе Брэндс-Хэтч прошла официальная тестовая сессия, и поскольку команды Рено там не было, Д'Анджелесу разрешили заменить Д'Анджелеса. Пока Эйлио собирался в Брэбом, в «Лотус» были чрезвычайно заинтересованы заполучить Ворика, но Сенна был категорически против. «Он уже понял, — говорит Ворик, — что команда не способна управлять двумя гонщиками под статусом первого номера. Борьба внутри коллектива ослабила бы его шансы стать чемпионом мира, и он не остановился бы ни перед чем, чтобы выиграть титул. Ничего личного. В том же году я получил от него рождественскую открытку». Тогда история с Вориком получила широкую огласку, поскольку молодой гонщик нравился всем, особенно британским средствам массовой информации, самым многочисленным и влиятельным в «Формуле-1», и выступал с 1981 года. В ретроспективе и в свете результатов команды в 1986 году не может быть никаких сомнений в том, что оценка ситуации Сенны оказалась верной. Его новым напарником стал Джонни Дамфрис, который участвовал в гонках против него в «Формуле-3», и все-таки слишком рано решил, что будет работать по-своему, и не беспокоился о том, что делает Сенна. При этом Дамфрис оценил, что Сенна сам объяснил историю с Вориком, пока они летели на тестовые заезды на трассу Полерека. «Айртон отмел всю чушь, которая творилась в прессе. Я это оценил. Мне нравится, когда все говорят прямо в лицо». Лотус 1986 года стал практически копией прошлогодней машины. Сенна смог выжать из него Полы, но выиграл лишь дважды – в Испании и Детройте. Фактически эти Полы были чем-то мистическим, чудесным и очень, очень интригующим. «С ним было очень приятно работать», – говорит Найджел Степни. «Он был из тех, кто мог вытащить секунду, и эта секунда будет исходить от него, а не от машины. Скажем, он будет на полсекунды отставать от времени Пола, в следующую минуту он будет сидеть в машине, на своем последнем комплекте квалификационных шин, выйдет и отыграет у себя целую секунду. Вот так. Он делал так много раз в 85-м и 86-м. В последние пять минут квалификации он сидел, ждал и делал это. Я не могу это объяснить». Уор вспоминает гран-при Испании, в котором Сенна привел свой Лотус на Пол в начале сессии. И никто не смог даже приблизиться к этому времени. За 15 минут до конца Сенна сказал, что хочет снова выехать. Питер Уор сказал ему, «Нет, нет, нет, не будь глупцом. Ты и так на 1 из 7 быстрее всех». Сенна настаивал, и Уор спросил, «Зачем?» «Я могу проехать круг за минуту 16 и 9. Я думал об этом. Я могу». Уор считал это умопомрачительным на фоне того, что он уже сделал. Он сел в машину, опустил шлем на грудь и закрыл глаза. Он обдумывал свой круг по трассе. Оставалось 5 минут. Сенна выехал и прошел круг за минуту 16 и 9 десятых. Стоит повторить, Сенна мог видеть всю трассу мысленно и наблюдать, как он делает воображаемый круг по ней. Метр за метром, поворот за поворотом. Во время заездов он мог точно определить, где может выиграть доли секунды. И просто включал их в воображаемый круг. Это происходило из-за его способности помнить все, что он в этот момент делает в машине. Поэтому, когда он предсказал время, которое покажет, это было основано на простых логических расчетах. Сотрудники команды «Лотус» стали свидетелями этого подвига, потому что вор, предчувствуя, что вот-вот должно произойти нечто совершенно исключительное, приказал им собраться у телевизора и просто посмотреть квалификацию. Они поняли, что доверие к ним выросло, ведь именно они сделали эту машину. Сенна снова закончил сезон на четвертом месте в чемпионате мира. На этот раз с 55 очками, отстав от победителя личного зачета просто на 17 очков. В 1986 году Сенна принял приглашение от журналиста из автоспортивного журнала прокатиться на некоторых раллийных автомобилях по пересеченной местности среднего Уэльса. Ралли полностью отличается от кольцевых гонок по трассе, и сначала он допускал ошибки, но один опытный гонщик был поражен тем, как быстро Сенна приспособился и как быстро смог заставить машину прибавить. Собравшаяся компания, кстати, слышала, что Сенна был отстраненным и отчужденным, но была поражена, что он оказался совершенно другим человеком. Он даже бензин от журналиста не принял, не говоря уже о гонораре. Итак, вот хронология машин, на которых гонялся Сенна. Карты Формула Форд 1600, Формула Форд 2000, седан Сан Бим, Формула 3, Вильямс без турбонаддува, турбированные Толмен, Мерседес в гонке знаменитостей, Джост Порше, турбированные Лотус, а теперь и раллийные автомобили. Нет никаких сомнений в том, что Айртон Сенна умел водить все, что угодно и мог победить на чем угодно. Именно эта черта побудила его остаться в Лотус. Боб Данс говорит, «Я думаю, была опасность, что мы потеряем его в конце 86-го. Думаю, он чувствовал, что команда Лотус не так хороша для него в том смысле, куда он на самом деле хотел попасть. В то время мы выглядели не так здорово, как Макларен, а он был очень целеустремлен. Я считаю, что его удержала активная подвеска, которая была на нашей машине. Он думал, что это даст ему преимущество перед остальными и приложил для этого достаточно много усилий». Но не только это. Еще был двигатель «Хонда». Активная подвеска представляла собой систему с использованием компьютеров, которая обеспечивала машине требуемый уровень езды. Информация поступала от 20 различных сенсорных систем. «С такой машиной, говорит конструктор Жерард Дюкаруш, мы все были немного сбиты с толку, поскольку было очень сложно анализировать все параметры. Это было непросто и для Айртона, которому было важно сразу выяснить, что происходит с машиной и почему. Это была машина будущего, но для него машина оказалась слишком сложна, поскольку качество хорошего гонщика всегда заключается в том, чтобы предвидеть то, что будет происходить в поворотах. С активной подвеской машина делает это за вас. Параметры меняются с каждым сантиметром дороги по программе компьютера. Должен сказать, Сенна оказался очень терпеливым. Питер Вор считает, что если бы подвеска работала более предсказуемо, то другим командам потребовалось бы по крайней мере полтора сезона, чтобы нас догнать. Истинно в том, что это была блестящая разработка, но слишком продвинутая для компьютеров того времени. Однако, когда активную подвеску все-таки поставили на машину, она прекрасно себя проявила на кочковатых городских трассах в Монте-Карло и Детройте. А Айртон выиграл обе эти гонки, опередив Пике в Монако на 33 секунды и того же Пике в США снова на 33. У Lotus теперь были двигатели Honda, а с ними в команду пришел приятный японец Сатору Накаджима. Он стал очередным напарником Сенны после Чикотта, Йоханссона, Де Анджелеса и Дамфриза. В прямом сравнении с Сенной никто не выдержал больше одного сезона. Тем временем, как только Lotus сменил производителя двигателей, Сенна тут же начал выстраивать новые отношения с Хондой. «Не думаю, что это был какой-то сговор», говорит Питер Уорр. «У меня, наверное, немного циничная точка зрения, но я считаю, что Сенна сказал себе, вот я сижу в этой машине и вижу, что у мистера Вильямса на машинах установлены двигатели Хонда. И да, этот мотор лучше, чем у меня. Поэтому я хочу себе такой же. Так что теперь я собираюсь узнать, способна ли команда его приобрести». Конечно, команде он это сказал в несколько иной форме, а именно, «Если вы не бросите Рено в следующем году и не купите себе Хонда, я уйду, но это будет ваша вина». Я описал свое видение этой истории с двигателями, но не думаю, что у него были какие-либо контракты с людьми из Хонда за день до того, как мы заключили свой договор. Я понятия не имею, как ему удалось сблизиться с японскими мотористами, ведь кроме картинговой гонки в Суго в его жизни не было ничего японского. Хронология событий была следующей. Саичиро Хонда все еще оставался у власти, он был главным начальником. Я познакомился с Йосио Накамурой, когда участвовал в гонках в Японии в 63-м году. Кстати, это был тот самый день, когда Хонда дебютировала в гонках. Накамура был главным инженером и оставался им все эти годы. Когда вор подписал контракт с Лотус, он уже работал с Набухико Кавамото, старшим исполнительным директором, главой отдела исследований и разработок, а затем президентом компании. И это сотрудничество продолжилось с апреля 86-го года. Кавамото был первым парнем из Хонда, с которым я познакомил Айртона. Думаю, Айртон был очень впечатлен тем, как они работали. Он, конечно, не думал, что в Рено были менее серьезны или плохо справлялись с работой, но когда в следующем году пообщался с людьми из Хонда, то внезапно понял, что эти ребята делали все по-своему. У них была способность задействовать все эти ресурсы. И то, как они фактически укомплектовали свой штат для программы Формулы-1, было очень впечатляющим. Они все были инженерами. Мы привыкли со смехом думать о них, как о механиках, потому что они приходили и работали над двигателями. Но все они были квалифицированными инженерами. Хонда думали, что они станут лучшей компанией, когда все эти инженеры смогут применить свои знания из Формулы-1 в своей повседневной работе. Вот так и зародились отношения Сенны и Хонда. Он отлично знал, насколько хорош, еще когда пилотировал автомобиль с двигателем Рено, говорит Питер Вор. Но когда он осознал уровень поддержки, который он получал от людей Хонда, из-за его личности, навыков, стилей и таланта, то говорил, все эти парни делают это для меня. Я думаю, что он все больше и больше впечатлялся этим фактом. Затем, конечно, он несколько раз приезжал в Японию. Некоторые из этих поездок были ради рекламы, а некоторые прошли на заводе, чтобы поговорить со специалистами и предложить вещи, которые можно улучшить или для того, чтобы исправить какую-то ошибку и больше к этому не возвращаться и тому подобное. Сенна понял, что организация работы в Хонда была совсем иной, и он очень хотел быть частью ее. Айртон невероятно сблизился с японцами во многом из-за того, о чем с ними говорил. Как он говорил. Они прекрасно его понимали и делали то, что он хотел от них. Это было основой отношений. И именно эти отношения в конечном итоге принесли Сенне большое и повсеместное восхищение в Японии. Мистеру Хонде нравились гонки. И вот перед ним Сенна непревзойденный гонщик, в машине которого установлен двигатель Хонда. Они даже расстелили красную ковровую дорожку для Айртона, и мне кажется, что он был невероятно впечатлен. И в полном восторге от того, что немного морщинистый пожилой джентльмен проявил к нему такой живой и личный интерес. Сенна отдал Лотус все, что мог. Они, в свою очередь, позволили ему стать и оставаться одним из лучших гонщиков. В том сезоне он финишировал третьим в чемпионате с 57 очками, уступив 16 очков чемпиону, которым стал Пике. Чего не могла команда Лотус. Так это сделать Сенну чемпионом мира. А вот Макларен со своими двигателями Хонда могла. Это может показаться циничным и корыстным, но это не так. Каждый гонщик постоянно ищет лучшую машину. Это их природа и характер этого спорта. Оба существуют благодаря постоянному движению. Если бы Сена не перешел в Макларен, это нарушило бы одну из норм гонок Гран-при. В кишащих акулами в водах всегда сначала заботьтесь о себе. Это именно то, что будут делать все остальные акулы. Но была одна проблема. Эта проблема была невысокого роста. С копной темных, взлохмоченных волос и великолепным носом, который ломали один или два раза. Ален Прост начал свою карьеру в Макларен в 80-м году. Разочаровавшись, через год он покинул команду, но вернулся в 84-м и стал чемпионом мира в 85-м и 86-м. Джон Уотсон, который был партнером просто в 80-м, случайно встретил Сенну в австрийском фитнес-центре, где перед началом сезона был потрясен этим трансфером. Ох-ох-ох, будь осторожен, когда попадешь в Макларен. Не торопись. Макларен это команда просто. На что Сенна невозмутимо ответил. Тогда я потороплюсь туда, чтобы победить его. Глава восьмая Чемпион мира Айртон был безусловно лучшим гонщиком, с которым я соперничал за долгое, долгое время. Он был самым преданным гонщиком из всех, кого я знал. Ален Прост. Есть некая загадка в том, что произошло, когда Сенна попал в команду Макларен, которая якобы, как мы знаем, являлась логовом Прост. Вот что рассказывал сам Прост в интервью британскому журналу Motorsport. Знаете, я всегда говорил, что он не хотел меня победить. Образно говоря, он хотел меня уничтожить. Это было его мотивацией с первого дня. Даже во время гонок на туринговых Mercedes в 1984 году я понял, что ему неинтересно побеждать Алана Джонса, Кеки Росберга или кого-то еще. По какой-то причине это был я. И только я. Эти слова являются ключом к тому, что произошло в Макларен в 1988 и 1989 годах и продолжилось, когда Прост перешел в Феррари. Остается только догадываться, почему Сенна сконцентрировал столько энергии на этом конкретном разрушении, вместо того, чтобы изучить других гонщиков, которые могли представлять опасность для него. Пике, Мэнсел, Микель Альборетто, Герхард Бергер Феррари и так далее. Но ответ кажется очевидным. Сенна безоговорочно верил, что сможет победить других гонщиков, но Прост, вооруженный такой же машиной Макларен Хонда, был совершенно иным. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно победить Прост, который очень умен и очень точен в настройке машины. Прост, который так уверенно управляет машиной на полной скорости, что казалось, будто он никуда не торопится. Просто, который дважды становился чемпионом, 16 раз завоевывал Пол и одержал 28 побед. Джо Рамирес, высокопоставленный сотрудник Макларен, вспоминает, что с самого первого раза, когда Айртон водил машину, он был одержим Оленом. Он хотел знать, какое у него заднее крыло, какие передние пружины, какие шины. Каждый раз, когда он заходил в боксы, первое, что он спрашивал, какое время показал Олен. Все время. Ему было наплевать на остальных. У Рамиреса есть много забавных историй про Айртона, одна из которых случилась после того, как Сенна впервые проехал по трассе на Макларен. Прост в Моторхоуме изучал телеметрию, компьютерные распечатки точно показывали, что они оба делали на трассе. Его лицо выдавило изумление по поводу того, что делал Сенна. Айртон, укратко наблюдая, подмигнул Рамиресу, который подумал, да, Сенна уже подбирается к просту. Автомобиль и двигатель настолько превосходили конкурентов, что Макларен должна была выиграть все 16 гонок в 88-м году. Это привело к обострению ситуации внутри команды, потому что теперь только Прост или Сенна могли выиграть чемпионат. Ближайшим соперником был Герхард Бергер на Ферраре, но возможности его машины были такими, что он не мог даже навязать борьбу за победу в гонке. Короче говоря, Прост выиграл в Бразилии, а Сенна в Сан-Марина. С таким багажом они подошли к гонке в Монако. Здесь, на 67-м круге, уверенно лидируя в гонке, Сенна допустил ошибку прямо перед туннелем и ударился в рельс безопасности. Эта авария так сильно повлияла на него, что отразилась на дальнейших гонках. В то время у него была квартира в Монако и после гонки он пошел домой пешком, чтобы до конца дня никто его не беспокоил. Вечером Рамиресу наконец удалось связаться с ним по телефону, но Сенна все еще плакал. Из-за обидного поражения в гонке он фактически заболел. Айртон слишком сильно хотел победить. Сенна считал Монако поворотным моментом всей своей карьеры. Он назвал это глупой ошибкой и рассказал о последствиях Анне Жунти из французской спортивной газеты Equip. Это повлияло на мое положение в команде и на мой стиль вождения. Но до глупой ошибки в Монте Карло я не понимал этого. Теперь мне предстояло понять, как такое вообще могло случиться. Все мы совершаем ошибки, это нормально. Но также важно было понять, как я позволил этому случиться. Я действительно просто отключился. Но я смог найти путь назад. Некоторые члены моей семьи помогли мне в этом. Со временем я вернулся в отличную форму, но это было постепенно и осторожно. Мне понадобилось на это целых два месяца. Мне кажется, что со стороны люди даже не заметили эти перемены, но это была большая часть моего развития. Вот и здесь он снова применил свой интеллект. Практически любой гонщик, которого вы знаете, признается, что когда-нибудь попадет в аварию. Каждый из них хочет знать причину. Ошибка пилота или механическая неисправность. И как только она установлена, жизнь продолжается. Если это ошибка гонщика, он просто обещает больше ее не повторять. Он не проводит серьезную переоценку своих возможностей. Это всего одна из причин, почему Сенна был так не похож практически на всех гонщиков, которых вы знали до него. Пино Альеви из итальянской спортивной газеты Деля Спорт хранит память о человеке с двумя личностями. В тот год, когда он попал в аварию в Монако, он пригласил меня в пятницу на завтрак к себе домой. Я был у него, кажется, с 9 до 11 30 и познакомился с совершенно другим человеком. Если вы думаете, что он жил в типично французской квартире, то заблуждаетесь. Это была настоящая бразильская квартира в Монте Карло. Я помню цвета, картины, стены, мебель, ковры, все было бразильским. Горничная, черная бабушка, если хотите, была, конечно, бразильянкой. Сенна жил очень счастливо в такой атмосфере, поэтому мы говорили свободно, не под запись. Он произвел на меня очень хорошее впечатление, но это был человек, совершенно не похожий на того, кто имеет отношение к автоспорту. На следующий день, во время второй квалификации, он снова был совершенно другим. Поэтому я говорю о двух личностях, о человеке с двумя лицами. Одно было, когда он был полностью отстранен от автоспорта, а когда он был на трассе, то был способен ненавидеть людей, как делал это с простым, поскольку по отношению к нему это была именно ненависть. С Менселом была схожая ситуация, и с Пике тоже, но как только он отрывался от автоспорта, то менялся до неузнаваемости. Ирония аварии в Монако 88-го стала очевидной позже, когда он выиграл гонку в 89-м году, опередив просто на 52 секунды. Но это было не так просто, как казалось. Первая передача начала выскакивать. Я начал использовать вторую, и все было неплохо, но через несколько кругов вторая передача вообще сломалась. Вот это большая проблема. Я должен был скрыть от Олена, что у меня проблемы, иначе бы он прибавил газу. Я решал эту проблему круга 3. Все, что мне нужно было сделать, так это подъезжать очень близко к отбойникам в медленных поворотах, удерживая обороты и немного скользя. Было непросто пройти медленные машины на круге, потому что без второй передачи я терял ускорение. Он контролировал гонку, и никто даже не заподозрил, что в машине есть неисправность. Гениально. И снова выиграл в Монако в девяностом году, опередив Жанна Ализи на одну секунду. В девяносто первом опередив Менсела на восемнадцать секунд. В девяносто втором опередив того же Менсела всего на ноль целых две десятых секунды, жестко сопротивляясь до самого финиша. И в девяносто третьем опередив Дэймона Хилла на пятьдесят две секунды. Эта удивительная череда побед была установлена на трассе, где даже малейшая ошибка может покарать гонщика с ходом с дистанции. Эти победы были настолько сладостными, что радость просто переполняла Сенну во время церемонии награждения. Не раз он устраивал душ из призового шампанского принцу Монако. Айртон был не из тех, кто сдерживал свои эмоции в такие моменты. Он не был равнодушным, отстраненным или высокомерным. Семья объясняет, он был всегда очень терпелив и внимателен в отношении людей, особенно болельщиков. Он не устанет раздавать автографы, фотографироваться или болтать с каждым, кто подходит к нему на улице или во время перелетов в аэропорте. В 88-м году это происходило все чаще, по мере того, как росла его слава. Он очень любил своих фанатов и ничто в них его не раздражало. Наоборот, он всегда говорил, что любовь болельщиков это самое главное топливо в жизни. Беку был очень веселым, с хорошим чувством юмора, поэтому его рассказы о себе всегда были наполнены большим количеством шуток, да и сам он был при этом в приподнятом настроении. Несмотря на настроении. Несмотря на то, что он вел очень загруженную жизнь, полную обязательств, которые всегда старался выполнить, Сен находил время, чтобы провести его с семьей. Во время коротких перерывов между тестовыми заездами и уже после окончания долгого сезона гран-при, он возвращался к нам в Бразилию, чтобы провести несколько дней со своими родителями, братом и сестрой, племянниками и друзьями. Он был тем самым звеном, которое всех связывало. В такие моменты с семьей тема о Формуле-1 была наименее интересной. Для родственников он был просто Беку, мальчик, который когда-то мечтал водить машину Формулы-1, но также любил домашний уют и шумную ночную жизнь мира гоночных автомобилей. После Монако он восстановился до такой степени, что приехал на предпоследнюю гонку в Японии, зная, что может выиграть чемпионат. Более того, Сенна прилетел в Японию, читая Библию. Гонка началась с того, что он заглох на старте и завершил первый круг всего лишь восьмым. Прост возглавлял заезд. В великолепной и уверенной манере Сенна ринулся что Хонда и тест-пилот Эммануэля Пиро в течение сезона на этой трассе накатали огромный километраж и это позволило им иметь двигатель идеально подходящий для гонки. Как следствие Сенне не нужно было беспокоиться о достаточном количестве топлива. К четвертому кругу он был уже четвертым, на одиннадцатом круге третьим, на двадцатом вторым. Он подбирался к просту все ближе и ближе, уже размышляя о том, как настигнет лидера гонки, а когда они оба начнут обгонять машины, отстающие на круг, тогда у меня будет возможность пройти. Так и случилось на двадцать восьмом круге, когда прост немного промедлил с обгоном кругового, Сенна пролетел мимо. Он лидировал до клетчатого флага, несмотря на то, что за пять кругов до финиша начался дождь, что делало трассу потенциально опасной. Проезжая мимо командного мостика, он все время показывал рукой наверх в небо, что означало «Остановите гонку!» Но гонка продолжалась. Один из журналистов написал, что когда Сенна пересек финишную черту, став чемпионом, он сильно кричал. А сотрудникам команды McLaren на Питлейне даже пришлось снять наушники. Айртон сказал, что на последнем круге гонки видел Бога. После гонки к бразильцу подошел тележурналист и сказал, что Сенна пожертвовал дружбой, чтобы выиграть титул. Но теперь, когда он достиг вершины, станет ли он более расслабленным? Сенна плакал. Ричард Уэст был коммерческим директором McLaren и хорошо помнит, как играл с Сенной на гоночном симуляторе Сега в день, когда тот стал чемпионом. Его машина продолжала приближаться ко мне сзади, упираясь в задние колеса. И я знал, что после финиша кто-то из нас точно будет рыдать. За два круга до конца он снова закрыл мне глаза рукой и я кричу убери, убери. К этому моменту вокруг нас собрались десятки, если не сотни японцев. Он обогнал меня, но и по сей день я не знаю как. Я первым пересек финишную черту. Я только что победил Сену, кричал я. В таком случае ты должен быть чемпионом мира. Ответил он и схватив бутылку пива у маленького японца, закрыл ее большим пальцем сверху, встряхнул и обрызгал пивом мои волосы и одежду. От меня воняло как в пивном баре, пока я не переоделся. Все это вспоминает кое-что еще о последней гонке в Австралии две недели спустя. Перед гран-при нам пришлось ехать на официальную церемонию награждения. Айртон участвовал в подобных мероприятиях при условии, что а. он должен быть проинструктирован и б. он должен понимать ценность мероприятия. Это было не высокомерие. Он понимал, что это нужно. Но вот если бы это были 50 человек из Шелл, которые предоставили свои технологии поддержку, он бы точно не пропустил подобную встречу. На церемонию пошли он, Ален Прост, Рон Деннис и я. Нас попросили подняться на сцену и сделать небольшую презентацию. Я объявлял важных персон, победителей и т.д. Перед тем, как мы поднялись, Айртон поманил меня. Я подошел к нему в угол комнаты, и он очень осторожно спросил, «Кто эти люди за другими столиками?» Я прошелся по каждому столу, рассказывая, кто эти люди, чего достигли. «Окей», сказал он, «хорошо». На сцене я представил Рона Денниса. Рон сказал несколько слов и вернулся. Я задал Алену пару вопросов о гонке и подошел к Айртону. Я спросил его, «Аделаида нас очень радушно принимает, ты не хочешь что-нибудь сказать?» Он очень спокойно взял микрофон, поблагодарил всех за то, что они пришли и добавил, «Я также хотел бы выразить свою благодарность и перечислил имена всех людей, про которых я ему рассказывал несколько минут назад». Он искренне смотрел на каждого из них и благодарил. Когда речь Айртона подошла к концу, я произнес, «Это было действительно впечатляюще, спасибо тебе». Он ответил, «Все люди прилагают усилия, чтобы оказаться делать свою работу профессионально и вы также прилагали усилия, чтобы правильно проинформировать меня. Самое меньшее, что я могу сделать, ответить профессионально, чтобы мои слова были восприняты в том же свете, что и Рон, и команда. Вот почему мы побеждаем там, где побеждаем и делаем то, что делаем». Его вера была живой, осязаемой, и можно не сомневаться, что благодаря ей он видел Бога во время 51 круга в Японии. В семье объясняют, что он всегда был религиозным человеком, верил в Бога, его вера была просто огромной, но он не связывал себя с определенной религией, он любил читать Библию и подчеркивал вдохновляющие его отрывки, он всегда медитировал и молился. Он много раз упоминал о чувстве присутствия Бога в решающие моменты своей жизни. Сенна был готов обсуждать подобные вещи с оговоркой, что его убеждения будут не высмеяны, а изложены должным образом. Он не стеснялся и не защищал свои убеждения, а просто хотел иметь возможность объяснить их по-своему. Например, вот что однажды он сказал французской спортивной газете «Эквиппт» «Я чувствую, что обладаю силой, которая приближает меня к Богу. Это сложно объяснить, но я чувствую это. И мне повезло, что я нашел путь к такому состоянию гармонии. Я хочу научиться и познать все, что может дать мне вера, и чтобы другие люди понимали это именно так. Многим не удается найти удовлетворение в жизни, потому что в мире, в котором мы живем, белое это белое, а черное это черное». Справедливости ради следует знать, что по этому поводу думает Олен Прост, поскольку его мнение раскрывает то, что произошло дальше. Прост не соглашался с тем, что Сенна был жестким гонщиком на трассе, ведь он просто соревновался по своим правилам. Они у него были, он верил в них вот и все. Он был чрезвычайно религиозен и говорил правду о своем образовании, воспитании и обо всем другом. В то время я думал, что некоторые вещи, которые он делал на трассе, не соответствовали его убеждениям, но теперь мне кажется, что иногда он просто ошибался. У него были эти правила, он играл по ним, и его больше ничего не интересовало. Оглядываясь назад, я действительно думаю, что он считал себя правым, всегда говорил правду, и на трассе он был точно таким же. Отношения с Простом не переживут второго сезона в Макларен. Фактически, они закончились уже во второй гонке при достаточно любопытных обстоятельствах. Два гонщика посчитали, что существует риск проиграть гонку, выбив друг друга. Поэтому они договорились не обгонять после старта до торможения перед первым поворотом гран-при Сан-Марина. Как только они благополучно пройдут этот поворот, гонка начнется для обоих. Прост подходил лидерам к первому повороту. И то, что произошло после этого, осталось спорным маневром Сенны до конца его жизни, поскольку он обогнал француза в том повороте. У каждого осталось собственное мнение об этом инциденте. Сенна утверждал, что был в слепстриме и имел право обгонять. Он выиграл гонку, а Прост после финиша в ярости сразу же покинул трассу. Они обменялись взаимными упреками, немного горячими, немного едкими и каким-то образом снова добрались до Японии, где второй год подряд решалась судьба чемпионата. Прост лидировал, а Сенна пытался его атаковать, чтобы обогнать. Но на этой трассе мест для успешного маневра было не так уж много. На самом деле всего одно шикана перед прямой старт финиш. На 47-м круге Сенна атаковал по внутренней траектории перед этой шиканой, а просто вошел в поворот как обычно. Он столкнулся с Сенной. Как и в Сан-Марина, оценка этого инцидента зависит от точки зрения. Кто где точно находился на трассе, чей был поворот и тому подобное. Но никто не отрицал, что авария принесла просто титул чемпиона. Взрыво опасная ситуация вокруг двух лучших гонщиков гонок гран-при накалилась до предела, а в прессе с удовольствием подкидывали угольку, освещая эту тему, как будто произошла величайшая катастрофа для человечества. Так продолжалось до конца 90-го года и снова кульминация произошла в Японии. Просто ушел в Феррари, хотя Рон Деннис чувствовал и чувствует, что смог бы справиться с ними в том сезоне в составе Макларен. Так или иначе, новым напарником Сенне в команде стал Бергер и благодаря некоторым возмутительным и опасным розыгрышам придал команде большей человечности. А еще он стал надежным другом Айртона. Противоположности притягиваются. У них именно так и случилось. Бергер был достаточно быстр и взял пол в первой же гонке сезона в Фениксе. Но в гонке Сенна безжалостно пробился в лидеры, на своем пути встретив недолгое сопротивление лишь молодого и энергичного Жанна Ализина Тирол и уже не упустил своего. Затем после многолетнего перерыва гонки гран-при вернулись на Интерлагес холмистую трассу в пригороде Сан-Паул и не нужно много воображения чтобы представить насколько важно для Сенны было выиграть в Бразилии. Он лидировал до сорокового круга. Прост шел вторым но Сатору Накаджима проигрывая круг и пытаясь пропустить Сенну потерял контроль над своим Тирол и они столкнулись. Айртон заехал на пидстоп но его обслужили очень неудачно поэтому он финишировал лишь третьим. Сенна не увидел финиш в Имоле но продемонстрировал свое мастерство на каждом круге в Монако. Он выиграл в Канаде Прост победил в Мексике. Француз одержал победу в Маньякур Сенна там финишировал третьим и повторил свой результат в Сильверстоуне Сенна снова третий. Так что к середине сезона Прост набрал сорок одно очко а Сенна тридцать девять. Чемпионат стал напоминать бой в супертяжелом весе где на каждый удар одного тяжеловеса следовал контрудар другого. Сенна был первым в Германии Прост четвертый столкнулся с Сандро на Нине на Бенетон в Венгрии но все равно финишировал вторым Прост сошел выиграл в Бельгии опередив просто на три с половиной секунды. Сенна провел по-настоящему красивую гонку какую только может позволить себе зрелый гонщик лидируя всю дистанцию и отражая любые атаки которые пытался провести Прост здесь это была 25 победа бразильца в чемпионатах мира по этому показателю он обогнал Хуана Мануэля Фанхио и сравнялся с Джимом Кларком и Никки Лаудой теперь Сенна был в одном ряду среди бессмертных отныне и навсегда В Монце Айртон укрепил лидерство в личном зачете победив Просто хотя гонка показала что казалось бы обычные решения могут иметь серьезные последствия Прост выбрал жесткий состав Шин Гудир все на более мягкие которые позволили ему лидировать от старта до финиша в то время как французскому гонщику понадобился 21 круг чтобы обогнать Бергера и занять второе место В Португалии выиграл Мэнсел который опередил обоих претендентов на чемпионство Сенна 78 очков рост 60 Во время первой квалификации перед Гран-при Испании в Хересе Мартин Данелли на Лотус попал в аварию Удар был настолько сильным что его выбросило из машины прямо на трассу Тело гонщика было искалечено а его жизнь висела на волоске пока потрясенный врач Формулы 1 профессор Сид Уоткинс боролся за жизнь Данелли Сенна присутствовал на трассе и наблюдал за происходящим после аварии он расспросил Уоткинса о том что он сделал и почему а затем выехал на своем Макларен и занял временный пол в этом было два аспекта во первых Сенна все больше и больше беспокоился по поводу общей безопасности в гонках гран-при что вполне естественно для взрослеющего человека и во-вторых вживую столкнувшись с возможными последствиями аварии машины он смог по словам Данелли опустить забрало шлема и проехать отличный круг Сенна лидировал в гонке до 29 круга когда оторвавшаяся деталь от другой машины угодила в его Макларен повредив радиатор он припарковал свою машину до того как она полностью вышла из строя и прост выиграл так они добрались до Японии 15 гонки чемпионата Сенна набрал к тому моменту 78 очков а прост 69 за победу начислялось 9 очков и если ни один из них не доберется до финиша в Японии то Сенна чемпион даже если прост выиграет последнюю гонку в Австралии он наберет те же 78 очков но при равенстве в чемпионате титул достанется Сенне из-за большего числа побед взрывная обстановка собиралась перерасти в сильный грубый рев который разнесется эхом по всему свету проще говоря Сенна выиграл пол упросто и хотел чтобы первую стартовую позицию перенесли на другую сторону трассы где было больше сцепления в этом ему было отказано на том основании что стартовая разметка на трассе уже была покрашена Сенна отреагировал на это приняв необычное решение я буду входить в первый поворот на своем Макларен на полной скорости и если там окажется прост будет очень плохо но это не моя вина Сенна так и сделал и судьба чемпионата решилась в течение 15-секундного спринта до первого поворота а осколки и обломки обеих машин устилали трассу мир гран-при буквально разорвало на части Сенна сказал что просто лучше стартовал и устремился к первому повороту впереди меня он сместился на внутреннюю траекторию но я знал что мой двигатель разгоняется лучше чем его поэтому меня это не волновало я знал что будет возможность обойти его в первом повороте поэтому я погнался за ним и когда мы подошли к повороту он сместился наружу а я воспользовался освободившимся пространством когда я это сделал он сместился обратно прямо в меня я был удивлен поскольку совершенно не ожидаешь что гонщик обладающий большими знаниями и опытом мог совершить подобный маневр в этих обстоятельствах авария была неизбежна мы врезались друг в друга бок в бок по телекамерам этот факт очевиден если бы я оказался на его месте то не оставил бы открытую калитку внутри а если бы оставил то ни за что бы ее не захлопнул поэтому считаю что это была его серьезная тактическая ошибка я слышал как он говорил что гонку следовало остановить но не думаю что кто-то может поспорить о том что наши машины находились в безопасном месте в конце концов этот парень вызывает у меня просто смех потому что все время жалуется но не только в этом году а с тех пор как мы впервые стали напарниками в 88 сначала он много жаловался на меня потом на хонду в следующем году он снова жаловался на меня и хонду потом он жаловался на команду с которой он выиграл три чемпионата затем он переходит в новую команду феррари и критикует производителя шин за то что он поставил нам разные шины вслед за этим он переходит критики бергера алези собственные команды и руководство критикует менсела снова критикует меня неудивительно что он критикует меня из-за произошедшего в сузуке я уже привык вся эта полемика идет вокруг одного человека если кто-нибудь подойдет к нему и что-то пойдет не так ему точно будет что сказать прост покинул чемпионат и Сенна смог расслабиться хотя это не помешало ему выиграть свой третий титул в 91 году но машины Вильямс с двигателями Рено за рулем которых сидели Найджел Мэнсел и Рикардо Патрезе набирали силу тем не менее Сенна выиграл в Бразилии в 91 году чего раньше ему никак не удавалось бразильские болельщики много раз становились свидетелями его триумфа но видели это лишь по телевизору во время репортажей из других стран сейчас же он квалифицировался первым на стартовой решетке чрезвычайно мотивированный желанием добиться успеха дома на глазах своих соотечественников поддержка которую они мне оказали была вдохновляющей когда вы покидаете Пит Лейн миллиарды вещей пронизывают ваше тело и разум это удивительно быстрый процесс направленный на достижение одной цели и сосредоточенный на одной второстепенной точке это что-то настолько далекое что глазами не увидишь это действительно у тебя в голове он лидировал в гонке сдерживая Мэнсела и это был потрясающий темп в начале гонки когда Найджел давил так сильно что мне приходилось ехать быстро я не хотел ехать так быстро на данном этапе но мне пришлось это сделать чтобы остаться впереди него всего в паре секунд однако Мэнсел столкнулся с проблемами в коробке передач но смог вернуться в борьбу за победу и на 45 круге вновь стал наседать на Сенну он начал невероятно сильно давить я должен был с ним справиться но нельзя было переусердствовать или расслабиться Сенна немного оторвался от преследователя а затем потерял четвертую передачу чтобы справиться с этим мне пришлось приложить так много усилий что я чуть не развернулся пару раз Мэнсел проколол колесо но коробка передач Сенны просто сошла с ума когда до клетчатого флага оставались считанные круги я думал об этом целый круг и решил остаться на шестой передаче но ехать совершенно по-другому в скоростных поворотах все было неплохо но в средних и медленных просто катастрофа Патрезе который поднялся на второе место понял что у Сенны проблемы но сам столкнулся с неисправностью коробки передач а затем пошел дождь который свел на нет усилия преследователей но Сенна постоянно смотрел в свои зеркала чтобы увидеть где был Патрезе и не мог его разглядеть в пелене брызг он успокаивал себя все будет хорошо Айртон все будет хорошо свершилось Сенна выиграл домашний гран-при с преимуществом в 3 секунды по эмоциональной составляющей он сравнивал эту победу с дебютной в Португалии в 85 году и победой в Японии 88 года когда впервые стал чемпионом мира именно в этих победах он ясно видел важные вехи своей жизни Я считал своим долгом выиграть в Бразилии Я заставлял машину ехать несмотря на дождь У меня были судороги и мышечные спазмы в верхней части тела отчасти из-за того что ремни были слишком тугими отчасти из-за эмоций Он довел машину до финиша Победа одержана Но я полностью потерял двигатель Я не мог его перезапустить Тогда боль была невероятной Я попытался расслабиться У меня была сильная боль в плечах и я не знал кричать мне плакать или улыбаться Я просто не понимал что происходит Перед огромной толпой несмотря на боль он воодушевил целую нацию На пути к третьему титулу он выиграет еще пять гонок Но временами он уже понимал что каким бы сильным он ни был сейчас машины Вильямс скоро будут сильнее Итоговое положение в личном зачете Сенна 96 очков Мэнсел 72 Патрезе 53 Лишь подтверждало догадки Сенны именно Вильямс был машиной которая теперь нужна для борьбы за титул В сезоне 92 года Мэнсел доминировал так как ранее не удавалось ни одному другому гонщику Затем он перебрался в США где продолжил гоночную карьеру а прост вернулся в Формулу 1 и занял его место в Вильямс В том крушащем надежды сезоне Сенна смог одержать три победы и выиграть всего один Пол в Канаде Так мало Полов у Сенны было последний раз лишь в далеком 87 году В то же время безусловно он созрел как личность потому что только зрелый человек мог сказать следующее Благодаря телевидению мы приходим в миллионы домов и люди чувствуют себя близкими к нам но в то же время они далеки они понятия не имеют какие мы на самом деле они мечтают увидеть гонку в живую или увидеть кого-нибудь из нас и возможно если бы у них была такая возможность они бы увидели что мы просто люди и в этом нет ничего волшебного а вот другое его высказывание богатые больше не могут продолжать жить на своем острове в море нищеты все мы дышим одним воздухом у людей должен быть хотя бы призрачный шанс в этой жизни Сенна пытался попасть в Вильямс предлагая свои услуги бесплатно к сожалению ему этого не удалось но он не стал продлевать свой контракт и с Макларен хуже того Хонда решила отказаться от участия в Формуле 1 оставив Макларен с двигателями Форд которые конечно не могли сравниться с Рено казалось что лучшие дни бразильского чемпиона остались позади хотя любой кто так думал не знал Айртона Сенну Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова